мальчишки всем большой привет я сегодня дома выходная болтаем сегодня так с пользой поболтаем для дела и просто расслабиться чтобы тоже поболтаем я надеюсь у вас всех ноли то как у меня смена пажеского караула вместо чашки которую вы привыкли видеть такой спорный хотя я видит бог этого не хотела у меня теперь бокал да такой огромный бокал в моем стиле вообще бокал был подарен моему мужу как главе дома главе семьи вот такой серьезный бокал но он из него почему-то не пьет употребляю из него я так что такой бокал мне очень пригодился я пью из него воду ничего другого не пью только водичку вот так что ваше здоровье сейчас мы отхлебнем и начнем так друзья сразу скажу сегодня у меня минимум макияжа это вы уже заметили сделала только бровки немного подвела глаза самую капельку нету теней на мне только карандаш немного коричневого карандаша на лице нет ни тонального крема не румяна не бронзера ничего либо другого не пудры игла губы у меня немного губы я немножко обработал действительно я нанесла на них вот такой вот а то есть и лаудер сейчас покажу вам поближе то есть и лаудер я нанесла волюмизер бальзамчик восстанавливающий и он же волюмизер то есть средство которое делает ваши губки пухлее мне не надо пухлее но просто захотелось я давно его не использовала и мне просто захотелось его нанести для тех кто интересуется я показываю как это выглядит на самом деле вам кажется что он ярко-розовый да но на моих губах вы можете ну давайте сейчас вот я вот сделаю вы посмотрите вы увидите что он не ядовито-розовый как на самом деле выглядит кисточка сейчас смотрите все так чипно благородно так что не бойтесь покупать и он схож в этом смысле с диоровский максимайзером который самый любимый 001 кажется в тоне 001 который тоже кажется что он такой возможно активный но на фа на деле он не так чтобы активный да действительно придает розовый тон губам но все еще зависит от вашего именно пигмента губ вот сейчас я нанесла побольше и уже покалывание я ощущаю такое покалывание ментол здесь для того чтобы немножечко в кровь сюда прилила и таким с этим самым у вас как бы эффект такой небольшой но когда кровь приливает то увеличивается пигмент губ ваших и как будто бы считается они становятся объемнее я нанесла же его повторюсь с другой целью просто так попитать потому что давно не наносила показать вам сегодня у нас будет видео про покупки что покупила и там будет еще наверное один или два я уж не помню сколько предметов которые мне подарили но один точно помню два слова тоже расскажу покажу и еще если мы успеем по времени то я бы затронула чуть-чуть духи поэтому начнем и наверное если про духи не успеем тогда уже не буду городить все вместе отнесу в следующее видео начнем тогда с покупок и первое что я купила сейчас я вам покажу сейчас я бы тут были игры со светом я покажу такую штуку от аравии от бренда аравия первый раз купила в нашем магазине представлена аравия но вот этого именно средства нет это крем парафин масло какао и витамин f он идет крем парафин сливочный шоколад называется сливочный шоколад вот такой вал берез заказал на вал березда сказала почему взяла взяла потому что я ищу и ищу средства для того чтобы немного реанимировать мои руки последнее все время не получается умеет реанимировать и гормональные я рассказывала мази не помогают к врачу мне идти за новым лечением времени нет сил нет желания нет но желание есть но такое слабенькое что я не иду руки очень мучают очень болят вот особенно вот эти два пальца и они все время кровоточат все время ну проблемно мне работать ну и по дому тоже поэтому ищу все что можно решила попробовать вот такой крем парафин потому что я помню когда меня лечили раньше то мне делали парафиновый горячий парафин на руки помимо прочего лечения конечно просто парафин вряд ли поможет но мне делали с общей терапии еще и парафиновые такие ванночки для рук когда расплавленный парафин ты туда руки а потом все в полотенце я кстати вот отдельно эти моменты показывала также в санатории когда мы забыла в том или поза том году ездили в кисловодск кисловодск да и там мне тоже там я тоже уже знаю что мне нужно я брала вот эти парафины на руки но это холодный парафин я решила попробовать но смысл примерно тот же сейчас вам покажу я уже два раза его накладывала сегодня ночью хочу третий раз сделать все ну крышку открыли тем более он был на акции 400 допустим 50 рублей если я ссылку вам прикреплю если захотите прикреплю я его вот уже смотрите вскрыла почитала отзывы люди писали хорошо это холодная парафина терапия так называемая то здесь не надо его растапливать вы просто обмазываете руки прям жирным слоем наносите на кисти этот парафин можно на ноги наверное по здесь для рук написано а может нет нет не написано наверное можно и на ноги тоже но мне ноги как бы не сильно актуально минут руки актуальны вы жирным слоем тут видно как я выцарапывала наносите на кисти дальше я одевала целлофановые пакеты если у вас есть перчатки можете перчатки надеть но я одевал два целлофановых пакета дальше я надевала и вам сейчас прям даже приготовила вот эти варежки вот такие варежки, потому что там нужно или обертывать полотенцем, ну, в какую-то ткань. Но я для большего эффекта, для проникового такого эффекта я просто надевала варежки. И все. И, по-моему, там написано что-то там 20 минут, кажется. А я делала, поскольку все это на ночь, я просто засыпала и все, я тушила свет, засыпала. Потому что ночью я всегда просыпаюсь, обязательно. И я, когда ночью просыпаюсь, смотрю, сколько время, и я тогда в этот момент проснулась и сняла эти варежки. Все, все с себя сняла, перчатки, вернее, салфетки у меня были всегда на готове. Вытерла руки салфетками обычными, бумажными. И то, там они рекомендуют не совсем прям вытирать, а просто самый вот этот слой жирный убрать, а остальное пусть впитывается. Я, собственно, так и делала, и потом так вот дальше досыпала до утра. Мне понравилась штучка. И вы не поверьте, у меня за два дня вот тут вот затянулась рана, которая кровоточила. Сейчас я не знаю, видно или не видно. Ну, вот так вот покажу. Вот на этом пальчике. Так, друзья, я остановилась. Я даже забыла вам сказать же. Вы, наверное, смотрите и удивляетесь. Я, поскольку дома, я совсем забыла. Я же вот наклеила себе, уже давно не клеила, сейчас наклеила себе, видите, вот эти пластыри. Пластыри. Ну, думаю, сегодня вот есть желание это сделать, поэтому взяла себе, нарезала и наклеила. Думаю, пока я тут с вами, пока я стащила, вот корзинку набирала с продуктами, что буду вам показывать, думаю, ну, все, я где-то час с этими пластыриками и похожу, а то тоже уже давно ими не пользовалась. Вот тут так самопроизвольно сделала, так ли не так, я не знаю, ну, примерно, прочитав литературу, примерно как-то правильно я сделала. Ну, а здесь я уже делала много раз, поэтому здесь я так просто натянула, наклеила, натянула, наклеила, все. Так, про парафин сказала. Мне кажется, что, ну, вот не может быть такого, гормональная масса у меня не брала уже абсолютно, я каждый вечер, каждую ночь обрабатывала руки, а тут вот у меня за два дня затянулось. Не знаю. Какое-то чудо, я верю в эту чудодейственную силу крема парафина. Никакой рекламы, это вот чисто от меня. Так что, если хотите, попробуйте. Что хочу сказать. Но я дальше проведу эксперимент. У нас в бренде Ева Мозаик, там Ева Эстетип, вот это Ева Мозаик, питерская Ева, там тоже есть парафин, я вам его показывала. Он у меня есть, но сейчас я его не приготовила. Там тоже есть крем парафин. И, может быть, можно было, я тоже его в свою очередь наносила в свое время, и мужу наносила, у него после ковида были трещины на ступнях. И я вот за три дня эти трещины от парафина тоже затянулись, от Евского. Поэтому я вам, я его купила, долго пользовала, но он в последнее время вот на этом мне не помогал. Но все-таки я проведу эксперимент. То есть сейчас-то у меня зажило, а в другой раз я попробую то же самое. Может быть, я его просто раньше мазала, наносила и вот так засыпала. А если я сделаю вот такую баню себе, паровую и тепловую, то может быть, действительно будет лучший эффект. Во всяком случае, обычно парафин от Евы дешевый. Крем парафин, он тоже называется, прям совсем дешевый. Поэтому вы тоже можете, вот это будет, конечно, дороже. Но здесь объем больше. Здесь в объеме 300. У Евы там, ну, обычная туба, сколько там, 75, наверное. Там, может, ну, чуть побольше, не знаю. И стоит он, ну, по-разному. И 120 рублей, там, и 200 рублей. Там, ну, есть скидка, нет скидки, в зависимости. Но все не больше, чем где-то 300 рублей этот стоит крем парафин от Евы. Поэтому, что первое найдете, попробуйте и вы. Вот, советую, рекомендую. Дальше. Дальше. У меня тут будет сегодня все в перемешку. Опять я, смотрите, как красная шапочка с корзинкой. И у меня тут и бытовые, и промтовары. Помните, как мы раньше говорили? Магазин промтоваров. Вот у меня тут и промтовары, и косметические товары, и все, что хотите. Просто крем парафин уже, думаю, сюда он как-то такой здоровый, не уместился, я его отдельно выложила. Поэтому все в перемешку. Все, что купила, вам покажу в последнее время. Так, еще я играла у хозяюшку и купила себе... Там косметика тоже будет, вы не волнуйтесь, любители косметоса. Еще я вот была хозяюшка и зашла в моде и купила в моде вот такую палочку. Еще не пользовалась. Тряпка на телескопической ручке от моди. Она стоила что-то 249 рублей, кажется мне. И вот такую вот тряпочку, которая так изгибается, думаю, все углы можно будет обработать, все там всякие эти самые неудобные местечки. Также она стирается, насколько я поняла. И вот насажена эта тряпка, ну вот на такую штучку. Вот она, видите. Может, у вас уже есть давно дома? У меня такой штучки не было. Поэтому оранжевого цвета, яркую тряпочку, чтобы быть хозяюшкой, вытирать пыль, я себе купила. Вот, так. Дальше. Дальше был магазин Катон или Котон. Я не знаю, как правильно Катон. Я его Катон называю. И в Катоне я не выдержала, купила платочек. Платочек очень весенний. Сейчас немножко подвину корзинку, а то она мешает кадру. Корзинка моя. Так. Платочек тоже, смотрите, он еще у меня вот с бирочкой от Катон. Я это дело отрежу. Он стоил что-то там чуть ли не 100 рублей. Вот этот платок, я вам клянусь. Поэтому у меня сегодня вообще будут товары, которые прям некоторые очень дешево стоят. Я их на каких-то бешеных скидках взяла. И этот платочек в том числе за 100 рублей, смотрите, он мятый, жеванный, потому что он там так висит. Они там как-то так вот замотаны в Котоне, что выглядит вот не очень. Но он такой шелковистый. Конечно, это не шелк, это понятно. Вискозы там или что это у них. Давайте почитаем, кстати, что это. Полиэстер. Ну, полиэстер, оно и понятно. Полиэстер. Ну и что? Смотрите, покажу расцветочку. Она такая весенняя. Кстати, с моими губами перекликается. Смотрите расцветочку. Такая. Какие-то пятна. Видите? Розовые. Ну, уж не знаю, как передаст камера. По-моему, она не очень красиво передает. Потому что, на самом деле, такой нежный-нежный, очень нежный рисунок на платке. Как бы вам его показать? Может быть, как-то... Сейчас мы сделаем... Как-нибудь вот так вот его показать. Не знаю, как показать. Вообще красивый. Одним словом, платочек красивый. Красивый. Хоть светлой частью одень, хоть темной частью надень. Как уж так и надевай. Так. Ой. Смотрю. Вы, кстати, смотрите видео, как красиво платки завязывать? Я смотрю. Я очень люблю смотреть эти видео. У меня руки не с того места растут. Но смотреть люблю. Но когда я долго мучаюсь, у меня, конечно, все получается. Вот. Ну, вообще красивый такой платочек. Ну, за 100 рублей у меня этих платков тысяча и одна штука. Будет тысяча и две штуки. Я порадовала себя платочком. Ну, потом подумала, вообще-то, может быть, его даже и вот так вот можно. Да. Вот так вот тоже можно. Ну, тоже хорошо. Ну, в общем, найду применение, платочку такому. Дальше еще один дешевый совсем, как это называется, такой себе подарочек. Повязка на голову спортивная. Я даже не стала вот это отрывать, чтобы вы посмотрели, что купила я желтую повязочку за 69 рублей. И, по-моему, тоже в моде. В моде? В моде. Смотрите, в моде. Повязка бомбическая. Все, вот это я убираю, вам показала и все, выбрасываю. Я ее уже надевала. То есть она такая нормальная, тянется хорошо. И она прям под мой желтый халат. Ну, и вообще под желтое мое настроение. Такая солнечная повязочка. Мягкая, хорошо сидит, хорошо тянется. Ну, и главное, безумно, мне нравится цена. 69 рублей. Мне кажется, уже ничего невозможно купить за такие смешные деньги. Да, ну вот еще что-то можно. Дальше. Так, по-моему, с промтоварами закончили. Сейчас покажу остальное. Ну, давайте так. Так, лак купила в своем магазине. Очередной ТАФТ. Он был на акции. Поэтому вот такой черный я еще не брала. А вот поскольку акционный, я его взяла за 299 рублей. Дальше. Дальше. Набрала маски. В очередной раз взяла снова для рук. Ну, это вас уже не удивляет. Я теперь для рук беру вообще все. По полной программе их выхаживаю, отхаживаю за свои руки. Поэтому не удивляйтесь. Очередная для рук от Евы. Раньше в видео рассказывала, что они очень хорошие. Мне нравятся все. Дальше взяла две по акции. Акция у нас была минус 30 на бренд и не с фри. Это корейский бренд люксовый. Вот я взяла эти две масочки с розой и с зеленым чаем. С зеленым чаем увлажняющая для сухой кожи, а розовая обогащенная экстрактом розы. И гладкое сияние, но и увлажнение оно всегда. Еще выравнивает кожу, еще отбеливает здесь написано. Думаю, ну, пока веснушки вроде не появились, я так мало бываю на воздухе. Но все равно я вот вижу, они просвечивают у меня веснухи-то, между прочим. Вот они, вот оно все. Вот она, вот эта пигментация. Вот, кстати, пятышка, чтобы вы вот видели. Видите? Это родинка. Поэтому вот уже на щеке я вижу. Ну, под глазами это понятно. Одна не всегда. Вот здесь под глазами у меня вот эти веснухи. И вот тут вот уже я вижу. В общем, я уже вижу. Чуть-чуть только солнце, все, веснухи поперли. Поэтому отбеливание пригодится. 66 рублей они у нас стоили на кассовой зоне. И я взяла несколько с розой. С чаем одну, а с розой несколько. И вот, смотрите, одну я уже сразу попробовала. Вот я ее испробовала буквально вчера. Вот. Мне понравилось. Чуликало хорошее. Пахнет. Ой, оно пахнет розочкой. Вот для любителей розных запахов можно брать. А так масочка как масочка. Но если вы розу не любите, тогда не берите. Здесь яркий запах розы. Хоть и нежный, но заметный. Дальше. Дальше. Еще. Я вам все никак не покажу. Мне подарили, по-моему, или я сама купила себе. Я уж не помню. Вот такой интересный спонж. Я вам сейчас его покажу. Ни разу его не использовала. Он какой-то... Это не в нашем магазине. Это... Я даже не знаю где. Но в каком-то небольшом магазинчике. Может быть, типа моде. Я когда-то себе или мне кто-то... Вот такой спонж интересный. Эластик он называется. Я такой не пробовала. Пробовали вы так и пользоваться? Нет. Что-то у меня как-то все лежит. Я на него смотрю, но не осмелюсь никак... Как хороший он. Нет. Не знаю. Но такой я не пробовала. Вот. Ну так. Вдруг у вас есть опыт, напишите. Теперь вот такой вот спонжик. И смотрите. Ну, напротив Ревгош в магазин моде. Поэтому в моде мы периодически с девчонками забегаем. Ну и вот. Но это, по-моему, забежала Маша моя. Потому что кажется, что мне вот этого желтого цыпленка спонжик подарила Маша. Просто я вам его все никак не показывала. Она знает, что я люблю желтенькие. И вот такого желтого цыпленочка как-то раз, по-моему, Маша, да, мне подарила. Надеюсь, я ничего не путаю. Следующее. Следующее мне подарили. Подарила Настенька. Настя знает, какая Настенька. Настя мне подарила вот такой набор от Кадали. Вы часто его видите. Кто ходит в Ревгош, вы часто его видите. Такой наборчик. Его очень любят брать на всякие праздники. Новый год, 8 марта. Вот это прям. Вот эти наборы от Кадали у нас берут. Они по-разному. Раньше они 599 рублей стоили. Потом на 100 рублей выросли. 699 была последняя цена этого набора. Я его уже открыла и пользуюсь. Я просто вам так показала в коробочке. Сейчас открою. Но по факту, по факту, я, естественно, уже сразу все открыла и опробовала. Видите, вот уже от крема. Вот так. У меня, ну, видно, что вот я им пользуюсь. Мне надо было понять, как он для рук. Вообще, стоит ли эта косметика своих денег. Ну, конкретный набор. Я не всю Кадали имею в виду средства. Не все, а только вот которые у меня. Вот эти. Гигиеничку вот эту попробовала. Ну, кстати, я более подробно я вам расскажу. Помните, обещала видео про уход для губ? Про гигиенические всякие помады, средства, бальзамы, восстановление, питание, увлажнение и прочее. Я вам подробно расскажу там, в этом видео. Здесь просто пока показало, что мне подарили. Ладно, а комментарий оставим на потом. Ну, и это касается гигиенической помады. Что касается крема, написано он для рук и ногтей. Ну, дайте я вот еще раз сейчас при вас немножечко его попробую. Немножечко попробую. Он такой довольно, ну, средний у него консистенция. Не могу сказать, что она какая-то... Он, во-первых, с ярко выраженным запахом. Так что, смотрите, не все из вас любят запахи. Вот тут яркий, яркий запах. Такой, я бы не сказала, что он мне как-то супер нравится. Он немного раздражающий вот на мой нюх. И надо было или помягче, или как-то поприятнее его сделать, потоньше. Может быть, он активный, активный такой аромат. Наверное, за свои деньги и за эти деньги, которые стоят средства от Кадали, я бы этот крем не взяла для рук. Это точно. Одно дело подарок, а другое дело, когда ты свои кровные тратишь. Я бы предпочла что-то менее или запашистое, менее запашистое, или пусть запашистое, но тогда более спокойный, или просто чтобы мне понравился аромат. Вот здесь аромат немного немой. Вот немой. Он какой-то пронзительно острый. Я даже не могу сказать, чем он пахнет. И не виноградом. Какая-то яркая отдушка, которая мне не очень нравится. Но это у всех вкусы разные. Написано, что он питает и восстанавливает. Просто имейте в виду те, кто думаете покупать, не покупать. Про помаду тогда потом, про гигиеническую. Ну, пока могу сказать, вот вы и сами видите, что она бесцветная. Она бесцветная. У меня тут все нанесено. И руки в креме, поэтому... Она, кстати, не так сильно, во всяком случае, визуально, когда ее открываешь, пахнет как крем. Крем прям так здорово пахнет. Хотя сейчас на руках уже меньше, но поначалу как-то сильная такая душечка. Он неплохо впитывается, раз уж сейчас мы закончим про крем. Он неплохой, неплохой, неплохо впитывается. Нет у меня неприятного чувства, что жирные руки. Нет такого. Вроде бы все неплохо. Хорошо, действительно, в кожу он вошел. Хорошо, неплохо, неплохо. Неплохо. Ну, посмотрю, посмотрю. Если бы не запах, то вообще 5 баллов бы поставила. Так, балл снимаю за одушку, которая мне не нравится. Дальше. Еще я купила вот такую, но просто вам не показывала. Купила уже довольно давно. Чуть ли не с год назад. Наверное, это тени от Шоссейда. Однушка. Сейчас я покажу вам, какая. Номер у нее... Где же номер-то? 0,9 до-до-до-блэк. До-до-до-блэк. Ну и, соответственно, тени черного цвета, как вы догадались. И спросите меня, зачем же я взяла себе тени черного цвета? Сейчас мы достанем с вами этот до-до-до-блэк. Вот так вот запечатывает бренд Шоссейда. Свои тенюшки. Одни тени я вам показывала. Они у меня здесь рядышком. Кстати, если захотите, я сейчас покажу вам. А это однушечка. Вот она. Однушечка. Еще я даже... Видите, я не пользовала их ни разу. Открываю сейчас. Впервые для вас. Смотри. Ой, ой. Ну, тут... Вот это вот. Упала штучечка. И смотрите. Они, я не знаю, насколько вам видно, не видно. Они мерцающие. Они мерцающие. Я сейчас попробую вот так совсем близко показать. Они очень красивые. Они мерцают и переливаются. Они не совсем... Я сейчас не буду их, потому что у меня руки в креме. Я сейчас не буду их наносить. Не буду делать сводч. Я лучше покажу вам, как эти тени выглядят потом на глазах. Хорошо? Сделаю с ним макияж. Ну, или просто покажу в другом видео, когда руки у меня будут в спокойном состоянии. Тогда покажу вам, как они... Посводчим с этим словом тогда. Хорошо? Вот такую однушечку. Других однушечек у меня не было. Я сейчас покажу вам тени, которые у меня 4 штучки есть. Еще от Шосейда. Но я их показывала вам в более ранних роликах. Сейчас покажу. Достану. Вот достала. Вот. Вот от Шосейда моя палетка, которую... Ну, кто-то видел, кто смотрит ролики. Кто-то не видел. Может быть, просто пропустил. Она вот такая. Тоже я вот эту штучку сниму. Вот сюда пока положу для вас. И вот такая у меня она. Здесь тоже есть черный цвет, но здесь он просто чисто черный. Глубокий черный. Поближе покажу вам расцветки. Глубокий черный. Переливчатый белый. Сатиновый серый. И синий. Глубокий синий. Очень красивый синий цвет. Вот. Такая палеточка. У меня есть четверочка. И однушечка теперь есть. Дальше. И дальше я приобрела две штучки. Все, курзинка опустела. Две штучки вот такие от Евы. Они были по 89 рублей на кассовой зоне. И, девочки, если вы мальчики, если вы пробовали вот такие вещи, напишите мне, потому что я не пробовала ни одну из этих вещей. Ни одну. Это вот белое, это размягчитель кутикулы. Вот это размягчитель кутикулы. Масла сладкого миндаля и авокадо содержит. Так. А вот это, это, сейчас скажу, корректор маникюра. Я тоже ни разу не пользовалась вот этим корректором маникюра. Вы используете, практикуете эти средства или нет? Я подумала, что надо их взять, посмотреть, вам рассказать. Может быть, вы пользуетесь. Может быть, нет. Вообще хороши они. Или это бесполезные штукенции. Ладно, напишите, кто ими пользуется. Я просто, если честно, даже не могу, как говорится, сообразить, что с ними делать. Мы сейчас их с вами, конечно, откроем. Но чисто теоретически я никогда это не делала, не пользовала. И мне немножко трудно понять, наверное, как это все делается. Я сейчас открою, остановлю вас, чтобы не задерживать ваше время. Так, друзья, разобралась я с этой штукой, и получается вот что. Я просто такой штукой ни разу не пользовалась, да, уже говорила вам. Смотрите, снимаю один колпачок, и здесь получается, что вот этот стерженек, он содержит в себе масла. Как здесь вот написано, сладкий миндаль и авокадо. И вот надо, значит, применение, нанесите смягчающее средство на кутикулу с помощью фетрового наконечника. Значит, вот этого. Я сейчас тренировалась тут, сидела. Ну, как я понимаю, надо вот просто вот так вот на кутикулу нанести, нанести. И вот тут действительно, когда наносишь, вот все масло выделяется из этого фетрового наконечника. Вот у меня весь палец в масле. Вот, да. А вот снимаете вы... А, нет, снимать не надо. Вот этим концом, знаете, как здесь написано дальше, читаем. Так, и аккуратно отодвиньте кожу кутикулы к основанию ногтя с помощью колпачка с заостренным концом. Ну, вот этого. Вот этот колпачок с заостренным концом. И мы, как я понимаю, делаем просто вот такие движения. Верите, ребят? Вот, первый раз в первый класс. Я не делала ничего подобного никогда. Ну, не знаю. Делаете вы? Это я как-то не очень. Не знаю, есть от этого эффект, нет от этого эффекта. И, насколько я понимаю, вот здесь сменные блоки. Сменные блоки. Но за 89 рублей, я думаю, можно будет поэкспериментировать себе вот такую штукенцию. Но все равно уже взяла, дабы знать и вам показать тоже, чтобы вы тоже знали. Но вот эта штукенция, вторая, оказалась еще более интересной для меня. Просто написано корректор маникюра. Я особо никогда не вдавалась в подробности, что же там такое вот корректор маникюра. Ну, я так предполагала, думаю, ну, вот здесь такие насадочки. Наверное, ты, если где-то там что-то зацепила, то там подтираешь. Ну, примерно я правильно думала. Но пока я вот сейчас не вскрыла, вот я открываю. А здесь вот этот тоже фетровый наконечник заостренный. И отсюда идет запах ацетона. То есть я поняла. Я думала просто на сухую. Вы одну штуку берете сюда, думаю, ну, вставляете тоже. Ну, как по первому варианту, как вот в этом, в размягчителе кутикулы. И просто где-то задели, раз так, ну, убрали и все. Оказывается, он идет с ацетоном. И когда вы красите ногти сами, да, вот как я это делала раньше часто, то вы просто правильно задели, и вы тут же подтираете, тут же подтираете. Вот этой штучкой с ацетоном. Вот это удобно. Вот это я думаю, что я раньше не знала. Я бы как-то так давно бы себе это средство купила. То есть оно, вот это реально рабочее для меня средство. А это, соответственно, тоже запасные фетровые наконечники. Вот, видите, для вас взяла, сама узнала. Так что сколько интересного, правда? Так, ну, про духи, наверное, я даже и не знаю. Вообще, сейчас еще две покупки покажу. Духи, наверное, все-таки придется вынести в другую часть, в другое видео. Так, давайте пока вы тут, я... Ничего снять, нет? Ну, я похожу еще, похожу, не буду пока снимать. Вы уже привыкли, я думаю. Еще у меня две новиночки, вот такие, от бренда Лярте. Помните, недавно вам показывала. Еще я жду третью новиночку от этого бренда Лярте. Вот здесь у меня 21-й. Это блеск для губ с гиалуроновой кислотой. Блеск для губ с гиалуронкой. Я заказала их два, а пока взяла вот только один. Ну, пока как бы за один только денежки плачены, да? Второй попозже. Не все сразу, как говорится. Очень красивый, такой красивый тон. Он был на акции, поэтому вот на акции я его взяла. Мне он понравился, я его попробовала в магазине, но я попробовала другой тон, который я жду. Он был нежно-розовый, 22-й. Вот этот 21-й, он натуральный. А тот нежно-розовый, 22-й. Мне понравилось, как он очень красиво таким розовым, ну, розовым стеклом сидит на губах. Вот этот с небольшим шиммером. Он тоже красиво сидит на губах, но он более такой натуральный. Я в другом видео накрашу губы вот им, и вы посмотрите, хорошо? Но мне очень понравилось именно ощущение и внешний вид губ вот с этим блеском от Лярте. Ну и плюс еще, видите, здесь большое количество гиалуроновой кислоты, то есть она еще так именно и питает, и увлажняет губки, делает их сочными и тоже создает объем, объем вот этих вот, объем губам, вот так. Такие объемные губы она создает. Блеск для губ с гиалуроновой кислотой. Вот так и написано. Так что 21-22, очень красивые тона. Там есть еще третий, ну, может он 23-й, я не помню какой он, но он мне, как бы он темный, чуть меньше. И еще взяла нам с вами на пробу тушь про Антонсита, про Антонсита, интенс волюм маскара, вот такая. Я сейчас пока 31-я, там все у них пронумеровано. Кисточка вот такая. Я покажу просто внешний вид, открывать не буду. Накрашу, вот она, Антонсита, вот это. Накрашу в следующий раз, когда уже буду вам готова все это показать, оттестю как следует эту тушь, и вам тогда расскажу. Ладно, понравилось, не понравилось, как она вообще стоит своих денег. Это же не анфлюенса вот эта, которая за 399 рублей, и она реально стоит своих денег. Я когда накрашена в магазине, вот сейчас у меня ресницы не накрашены, а когда на работу крашусь, то очень многие женщины говорят, когда за тушью приходят, а вот что у вас на ресницах, вот вы чем красите? Ну, я говорю, вот, девчонки, чем я крашу? Так что вот это мы с вами тоже исследуем. Хорошо, вот эти еще два продукта, мы к ним еще вернемся. Просто вам показала, что мне еще понравилось. Еще нам привезли от Лярте пудру, которая сделана а-ля под герлен, такой, как сказать-то, под герленовские бронзеры, вот под этот бронзер она так немножко, закос такой идет, вот под этот бронзер у Лярте, но только здесь не солнышко, а там у них как бы пятнышки такие, так пятнышки сделаны, разного тона, разного цвета, и вроде бы я попробовала на лице и на руке, и мне показалось, что неплохо, поэтому за все пудры не скажу, а вот эти, которые именно пятнышками, такие шелковистые, по моему мнению. Ну, вот на лицо я тоже их наносила в магазине кистью, было бы вроде неплохо. Покупать пока не буду, просто, если будете, как говорится, у нас на Колыме, то попробуйте, как вам, хорошо, если что, напишите. Так, ну, а духи тогда мы уже с вами, наверное, в другом видео поговорим про духи, хорошо? Чтоб все уже кислое с пресном не мешать. На сегодня это все. Постараюсь прям быстро-быстро это видео поставить на YouTube и на Дзен, хорошо? Подписывайтесь на телеграм-канал, девчонки, мальчишки, кто не подписан. Бывает там, бывает там интересно, когда у меня бывает побольше времени, то там бывает интересно. Ну, и в любом случае, там самое близкое общение, там я ближе, чем где-либо. Это там. Если что-то срочное, у вас вопрос или что-то, я могу всегда оперативно ответить. Все безу-безу. Всем хорошего времени суток. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok